Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же о вас мечтает? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Огненный мужчина, активный, сексуальный, страстный. Вы мечтаете, и причем довольно сильно мечтаете о новой любви. Вам хочется встретить женщину, которую вы искренне полюбили бы. Сейчас вы находитесь в одиночестве, так сказать. Сейчас вы находитесь под впечатлением, под осадком каким-то от прежней жизни после обмана. В вашей жизни однозначно проигрывается именно любовный обман. Обман от женщины, которая вас предала, которая унизила, которая ранила, которая сделала больно так, как никто другой. Но в то же время вы не сломились. Вы, знаете, вообще по жизни вы стараетесь быть человеком светлым, позитивным. Поэтому, да, конечно, в какой-то период вы поунывали, погрустили. У кого-то сейчас такой момент еще проходит, если это свежие душевные раны. Но, тем не менее, вы нацелены именно на будущее, не на прошлое. Потому что многие люди, они живут прошлым, страдают, вспоминают, там что-то в голове, перебирают какие-то моменты, да, вот думают, а вдруг бы, вот если бы я вот так поступил, то было бы все по-другому. Нет. Вот вы поставили точку и поставили, идете дальше, вперед. Отболело, да, вот отстрадали, отболели. Но, тем не менее, навстречу новой жизни, навстречу новой судьбе. Такой вы позитивный позитивчик. Вы человек, который, вот если вы любите, то вы любите, ну так, страстно, пылко, да. И даже я вам скажу, что, несмотря сколько вам лет сейчас, вы, вот вы если опять влюбитесь, да, не опять основа, как говорят, вы точно так будете зажигать, вот как зажигали в молодые годы. Это сейчас пока нет женщины, которая могла бы вот реально ваше сердце вот зажечь. Сейчас вам, может быть, и кажется, да, уже все, да, мне лень, да, не хочу, не буду, да, оно мне надо. Но поверьте мне, если вы влюбитесь, а вы влюбитесь сто процентов, то у вас и крылья вырастут, вы будете и среди ночи мчать, вы будете и ночи не спать и все остальное, да, весь этот романтик, который должен быть в нормальных отношениях. То есть вы очень человек такой, знаете, настолько вот позитивный, вы стараетесь вообще по жизни видеть везде плюсы. И это, в принципе, правильно, потому что пессимистам намного сложнее и намного тяжелее жить вообще. Вы также человек довольно такой, ну да, активный, вы вообще активный по жизни. Вы веселый, вы активный, вы компанейский, вы, возможно, вот даже если у кого есть машина, да, вы такой лихой гонщик, вам нравится скорость, вы любите гонять за рулем. Ну, даже я вам скажу, что вот кто ездит за рулем из вас, сама поездка, вот этот кайф, который вы испытываете, когда едете, да, вот, когда перед тобой бескрайняя дорога и ты кайфуешь, вот, ты реально кайфуешь от того, что, ну, ты можешь за рулем расслабиться, ты можешь о чем-то поразмыслить, ты можешь обдумать, передумать много чего, да, но вот ты настолько кайфуешь, да, вот за рулем, что это просто не передать. Но в то же время, вот я вам скажу, что есть такая черта у вас, как, ну, не очень такая сильная уверенность в себе. Периодами вы можете сомневаться, и сомневаться очень здорово. Казалось бы, да, такой вот активный, пробивной, да, вот вы король жезла, выпали сразу, это такой активный, это живчик, даже по знаку зодиака вы можете быть огненной стихией. Но, тем не менее, иногда присущи в вашей жизни такие вот сомнения, какие-то опасения. Почему вы сомневаетесь? Давайте-ка посмотрим. Ну, это, опять же, это идет все из прошлого. Вот по дьяволу у нас выпадает ситуация измены, вот именно вот, да, вот после измены, после какого-то вранья, после предательства, вот именно после ухода, после ухода. Причем здесь, смотрите, вот, да, в этой колоде мне очень нравится вот эта карта, здесь дьявол очень такой, ну, сексуальный, так скажем. Если присмотреться, то эта ситуация была в вашей жизни, но она такая была, знаете, настолько она была болезненная, настолько она была, эта ситуация, ну, из ряда вон выходящих, да, вот я пытаюсь подобрать слово, чтобы правильно описать. Здесь может даже проигрываться, что после того предательства, которое вот было в вашей жизни, ну, реально, вот вы начали кто-то в рюмку чая заглядывать, кто-то начал там, я не знаю, пьянки-гулянки, ну, то есть, искушение, вот, по дьяволу, у вас было сумасшедшее искушение, именно потому что вам было плохо. Но вот если бы вы, если бы вы дальше продолжили, да, в ту же рюмку заглядывать, еще чуть-чуть, да, и от вас бы вот осталось, да, вот как здесь нарисовано, вот эта горсточка, да, ну, то есть, я не хочу даже озвучивать эту печальку, которая могла бы случиться, но вот очень наглядно эта карта говорит, вот настолько было такое сильное искушение, но именно еще раз говорю искушение, потому что вам было плохо, не потому что вам было хорошо, да, вы такой вот, захотелось вам гульнуть, нет, именно потому что плохо, но это могло печально закончиться, вас, ну, я бы сказала даже, что, ну, сама судьба спасла вот от того состояния, чтобы вы в свое время не опустились, чтобы вы не упали в эту бездну, так сказать, но тем не менее, как я уже говорила в начале расклада, вы человек довольно сильный, вы такой позитивный, да, немножечко так, может быть, и позаглядывали в рюмку эту какой-то период, но вы смогли себя вытащить, вытащили, пошли дальше, вы решили, что, ну, в конце концов, жизнь продолжается, да, ну, потерял я одну женщину, придет другая, и вы себя настроили на позитив, поэтому вы всегда, вот, в какой бы ситуации вы не были, вы всегда ищите какие-то плюсы, и это на самом деле очень здорово. Так, что еще мне покажут? И снова дьявол, дьявол, дьявол. Смотрите, здесь проигрывается ситуация, когда, когда некоторые из вас уже сейчас могут даже быть в стадии какой-то такой легкой влюбленности, это может быть, знаете, вот начало каких-то отношений, поскольку это общий расклад, да, поэтому у всех может немножко по-разному проигрываться, может быть, что вы уже только-только начали отношения с женщиной, то есть у вас есть такая вот легкая влюбленность, да, у других же есть, допустим, на примете женщина, которая вам нравится, да, с которой вы хотели бы иметь отношения, но пока, может быть, вы не решаетесь подойти, может быть, вот общаетесь пока как друзья, присматриваетесь, ну, то есть такая легкая симпатия есть. И опять же, вот, да, по четверке мечей вы осторожничаете, да, вы не торопите события, вы очень осторожно входите в отношения, хоть вы такой и живчик вообще по жизни, но вот касательно отношений, после той боли, которую вы пережили, вот, конечно же, вы, вот по верховной жрице даже, вы подключаете свою интуицию, вы без интуиции теперь никуда, вы очень чувственный человек, вы очень такой, знаете, человек, который, ну, реально чувствует даже настроение другого, вам достаточно услышать пару фраз, вот, да, вот, напишите в комментариях, есть такой момент или нет, бывает, вы звоните, допустим, кому-то, и вам пару слов буквально сказали, вы уже слышите по голосу, в настроении человек, либо же нет, но это не только по телефону понятно, и в жизни, конечно же, тоже, поэтому вы такой вот весь чувствительный, причувствительный. Итак, давайте будем разбираться дальше, что же за женщина пришла к нам на расклад, которая мечтает о вас. Давайте будем смотреть. Это женщина, которая, ну, она не входит прямо в близкий ваш круг, она на расстоянии находится. Эта женщина, она, знаете, она по природе, она-то страстная, да, вот она тоже, кстати, вот вы выпали королем жезлов, и она выпала королевой жезлов, то есть вы такая вот сладкая парочка могли бы быть, а может быть и были, давайте будем разбираться. Она страстная, а вы сейчас слушайте, я попытаюсь вам описать, да, и так немножко анализируйте, вот вспоминайте ваши окружения, ну, не то чтобы окружение, но с кем вы общались, по крайней мере, потому что она на расстоянии сейчас находится, по крайней мере, она не входит в ваш ближайший круг. Это женщина, ну, она такая маложавая, ну, плюс-минус средний возраст, она не молодая 20-летняя девочка, это однозначно, это может быть, ну, от 30, там, ну, до 45, до 40, где-то так, средний возраст. Это женщина, которая, знаете, вот она, в принципе, с характером, у неё даже может быть такая внешность, да, она очень симпатичная, она стройная, она миловидная, но вот когда на неё посмотришь, кажется, что если что-то ей не нравится, она убивает взглядом просто. Вот она такая дама с характером, реально. Она вот, помимо того, что она королева жезлов, да, это огненный знак, она взглядом может испепелить, если ей что-то не нравится. Она очень непростая, она себе на уме, она чётко знает, чего она хочет в этой жизни, и она всегда этого добивается. У неё работа, может быть, тоже связана с поездками, причём эти поездки, ну, я не скажу, что они очень частые, но как-то вот она где-то разъезжает, да, по работе, не по работе, но как-то вот дорог в её жизни, ну, многовато, в принципе. Далее, смотрите, к деньгам она, ну, хорошо относится, хорошо даже более, чем хорошо она относится к деньгам. Она даже жадновата в каком-то смысле. Она такая очень, ну, ну, не то чтобы она скупердяйка, ну, она очень экономно относится к деньгам. Давайте посмотрим, почему она так относится, что это имеется в виду. У неё был период безденежья когда-то, поэтому вот она, она сейчас, вот, ну, это уже чисто из подсознания идёт, что она боится потерять деньги, которые у неё есть. У неё, в принципе, достаточно денег, но она, вот, знаете, трясётся над ними. Вот есть люди, которые будут направо и налево тратить деньги, она же вот такая вот в кубышечку куда-то там, я не знаю, под столом, в коробочку, в тумбочку, куда угодно, она будет их складывать. Лишний раз их тратить не будет. Смотрите, мужчины, сейчас я у неё не вижу, нет у неё мужчины. И плюс ещё скажу такую вещь, которая насторожит вас, наверное, это дама-манипуляторша. Да, она харизматичная, да, она такая манкая, привлекательная, привлекательная, но в то же время вот она манипуляторша, она очень чётко и очень профессионально умеет манипулировать людьми. Да, денежка у неё есть. Да, это привет, смотрите, это привет из прошлого, называется эта женщина. Вы с ней пересекались, но я не могу сказать, что вы прям так её помните. Давайте вот подробнее всё-таки. Давайте, знаете, вот уточним, чтобы вам было легче. Вот сейчас вы с ней общаетесь или нет, с этой женщиной? Ну, каким-то образом, может быть, переписываетесь. Нет, вы сейчас с ней не общаетесь. Не общаетесь, потому что у вас была семья, и у неё тоже была семья на тот момент, когда вы расстались даже. Это может быть даже замужняя женщина, но которая мечтала о вас. Это сейчас она одинокая, но тогда у неё раньше была семья, и вы перестали с ней общаться по какой-то причине, да? Но я думаю, что здесь, скорее всего, что, знаете, здесь был такой период, когда и у вас начали ухудшаться отношения с вашей женщиной, плюс она была замужняя, поэтому вы особо не захотели с ней связываться. Она на вас глаз положила, и, в принципе, она вас не забыла. Так, давайте дальше разбираться. Что же она хочет, да? Что же она хочет? Вот она мечтает о вас. Что она хочет от вас? Ну, любви. Вот она хочет стать вашей любимой женщиной. Посмотрите, кубки, кубки. Но в то же время я не могу назвать её серьёзной женщиной. Вот по карте глупца я не могу её назвать очень такой серьёзной в отношениях. Да, у неё была семья, да, она хотела бы с вами отношений. Вы ей понравились. Мы сейчас посмотрим, чем вы ей понравились, что ей хочется с вами именно романить, либо же отношений. Но вот ей хочется стать вашей любимой женщиной. Причём здесь, знаете, здесь такая, ну, идея фикс, или как это можно назвать. Вот хочу заполучить в таком плане. Вот она вас вспомнила, ну, либо же, может быть, и не забывала даже. Вот хочу заполучить. Но это с такой лёгкостью как-то вот она себе представляет. Знаете, вот как будто думаешь о какой-то игрушке. Вот как будто это какой-то игрушечный мальчик, да, которого вот я хочу. Но знаете, как говорят обычно вот девочки-мажорки. Вот я хочу вот этого мальчика. Я его соблазню, я его охмурю, да. А потом пошёл вон, да. А потом хоть гори оно всё синим огнём, да. То есть вот такая какая-то дама очень и очень, ну, мне она исчезла, она мне уже не нравится. Хоть я и не мужчина, но мне как-то она не нравится, потому что, ну, такой у неё подход какой-то несерьёзный. Поначалу я была лучше во мнении о ней. А сейчас, вот видите, одна карта, одна карта в раскладе меняет всё на 180 градусов. Так, что же она всё-таки на самом деле хочет? Давайте посмотрим более глубоко, подробно. Она хочет вас, знаете, вот принципиально покорить, вот чтобы вы влюбились в неё. Влюбились, но это настолько несерьёзно. Это настолько такой именно какой-то подход, вот развлекательный. Вот хочу, чтобы он влюбился, вот в таком плане. Вот хочу. Вот она, понимаете, она, я смотрю, вот мужчин рассматривает, как будто вот как у нас, да, пажики везде, вот пажи, рыцари выпадают. Она мужчин вообще рассматривает как людей, ну, знаете, вот какой-то низшей расы, что ли, да. Вот она такая звезда королева, а ты там пажик где-то там, да. Но она вообще так к мужчинам относится. Я теперь как-то вот даже не удивляюсь, почему она с мужем разошлась. Я думаю, там она и в семье держала себя королевишной, а муж у неё был так, мальчиком на побегушках. Ну, то есть женщина, которая, вот знаете, она-то о вас мечтает, да, но это с сути дела не меняет. Это все печальки ситуации не меняет, потому что вот вы у неё, знаете, вот на примете какая-то очередная игрушка. Я думаю, вам 300 лет такая женщина не нужна, да, и любому нормальному мужчине не нужна такая женщина. Ну и что, что она хочет? Ну, мало ли, что она хочет. Перехочет, да. Но это трэш, конечно. Я даже не думала, что такой поворот будет, вот, из-за одной буквально карты. Вот именно карта, которая перевернула весь смысл, да, вот расклада. Женщина, смотрите, вот она живёт вообще, она живёт исключительно для себя. Вот все и всё должно крутиться вокруг неё. Я думаю, сейчас многие подумают, что с меня хватит, да, у меня бывшая такая была. Развлечься с этой женщиной, ну, если хотите, кто-то, ну, чисто так, для здоровья можно развлечься. Мы сейчас посмотрим, получится ли у вас роман, проявится ли она, мы сейчас ещё это уточним. Но для каких-то серьёзных отношений нет, нет и ещё раз нет. Потому что, ну, это дама, которая, знаете, вот реально поматросит и бросит. Но это совершенно не тот вариант, который вам нужен, потому что вам хочется любви, вам, как я в начале расклада говорила, вам хочется настоящих отношений, да, семьи, любви, чтобы это всё по-настоящему, чувства, да, вот, когда тебе хочется мчаться среди ночи. А эта женщина, нет, вот именно цель охмурить. Вот хочу вот этого. Боже, кошмар. Противно, ну, просто противно. Фу-фу-фу. Не-не-не, мальчики. Этого я вам не рекомендую. Эту женщину я точно вам не рекомендую. Это мы так, знаете, посмотрели. Но это трэш, это трэш. Будет ли у вас что-то с ней? Нет. Нет, не будет. Она, она так помечтает, да, она увидит, что, что вы не ведётесь. Нет. Вы никак не проявляете. Она, знаете, она сделает какую-то попытку, но это будет попозже. Она сделает какую-то попытку, может быть, смс-ка, там, какой-то смайлик, там, ну, в таком вот, в примитивном смысле. Но вы не отреагируете. Вы не отреагируете, либо же как-то вот, знаете, кто-то проигнорирует, кто-то культурно пошлёт, да, вот, ну, не захотите вы с ней быть. И это сто процентов правильно, потому что, вот, она бы разбила вам сердце, она бы, ну, причинила бы вам боль, потому что вы бы, да, вы бы влюбились в неё. Она хороша с собой во всех отношениях, но, тем не менее, ещё один раз обжечься, да, вот, когда тебя поматросили и бросили, но это не хочется даже врагу желать такого. Поэтому, ребятушки, да, мы-то посмотрели, вот, она мечтает о вас, да, но это мечты не как о мужчине, с которым ты хочешь, вот, реально, семью, там, да, вот, бывают ситуации, когда влюбляешься в мужчину, да, и ты реально хочешь с ним серьёзных отношений. Ты идёшь к этой цели, ты знакомишься, да, как-то сближаешься. А здесь так, вот, девочка такая вся себе на уме, вот, хочу вот этого, да, вот, хочу. Ну, то есть, это такой, знаете, это привет из прошлого, да, вы раньше с ней общались, да, вот, вы общались, вы пересекались, у каждого это будет своя ситуация. Но, вот, дама, знаете, ну, абсолютно неподходящая для отношений, поэтому держите ухо востро, я вам коротко описала, что это за дамочка, будьте осторожны, будьте бдительны, дабы не причинили вам боль очередную, ну, и навстречу новым отношениям к новой судьбе и настрой на позитив, как всегда. Вот такой был расклад, кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!